Здравствуйте, дорогие друзья! Егор Избегич, Воршоп на связи. У меня в руках пластиковый, фантастиковый Арктурус, в котором мы, небоистого слова, сделали тюнинг для игры тяжелым шаром, но при выхлопе всего лишь 130-132 метра в секунду. Да, вот, стрелять мы будем 36 шариком и 40 шариком, и забегая чуть вперед, скажу, что мы разбили данное видео на две части, потому что при первичном отстреле у нас выяснились некоторые нюансы, вот, о которых мы сейчас и расскажем, а во второй части мы расскажем отдельным видео, для чего непосредственно нужна такая вот сборка на не слишком высоком, в кавычках, выхлопе, со слишком высоком, без кавычек, тяжелыми шарами. При первичном отстреле мы выяснили, что шарики у нас на расстоянии за 40 метров начинают некоторые уходить влево-вправо, дальше, Никита, что там было, что там нашлось? Да, да, объясни маленькие технические подробности для наших зрителей. Ага, да. Всем привет! Нюансы, нюансы! Первый отстрел показал, показал внимание. До 32 шарика, это прекрасная сборка, она летит как лазерный луч, без проблем, понятно, и все такое, подкручиваем хупа, прям вот, изюминка. То есть даже камера показала, что общая куча хорошая, общий разброс и плотность огня хорошая. Заряжаем 36-й и она делает бжух, пропадает. И причина была непонятной. Было, собственно, два варианта. То есть первое, камера отодвигает под давлением за счет того, что не хватает жесткости пружины, что было, в принципе, тоже верно. А второе, это как это компенсировать то, что ее все равно отодвигает. Просто как это компенсировать? И вот второе, это как раз таки очень важный момент, это где давит непосредственно сама давилка. Не форма давилки, не размер давилки, а именно куда она давит, то есть в какую точку из. И выяснилось, что стоковая деталька давит середину и заднее положение, то есть появляется зазор у шарика, когда отодвигают камеру на тяжелом шаре. А нам надо, чтобы он довело середину и начальное положение. Тогда даже если отодвигает, он все равно подпадает под напряжение под пупырку и тем самым у нас разброс нивелируется. Ну а смотри, друзья, о чем я говорю. То есть вот магазин у нас еще не вставлен до конца, то есть он свободно висит. Он сейчас подготовлен 36-й шарик, да? И смотрите, что возникает. И вот сюда фокус. Вот я вставляю магазин и вот он его, вот отгибает чуть-чуть. И прикиньте, в общем под давлением, когда собственно воздух пошел, у нас алюминиевый тапец стоит и пружина сильная. Нозел не отгибается, потому что угол заостренный и так далее. А под давлением камеру с резинкой все равно чуть-чуть выгибает еще вперед. Вот собственно мы вот этой компенсировали, как раз таки отгиб. Вот и как бы давил, вы это не компенсируете. Резинкой вы это тоже можете компенсировать, но вам нужно, чтобы у вас давилка давила в нужное место. Сейчас мы в солиде посмотрим, как это выглядит. Смотрим. Вот это у нас получается наш замечательный стволик. Вот я его специально отдельно выглядел. Но нам интересно совершенно другое. Нам интересно, где она давит. Смотрите, вот у нас получается она давит в серединку давилки, да? И вот работает по такому принципу. Вот у нас заход нозла в юбку, чтобы вы понимали, да? И сейчас я вам дам измерение, чтобы вы понимали, насколько он заходит. На два с половиной миллиметра. Это при условии, что если у нас отверстие здесь 4 миллиметра, да? И получается, вот у нас пупырка. Вот она. Бам. Вот. И собственно, какой эффект? Шарик получается давит 4 миллиметра, она попадает на стволик, и она при легком шарике успевает закрутиться, то есть нивелировать зазор и так далее. А с тяжелым шариком получается, шар попадал под пупырку, но его раздвигало воздухом вот таким вот образом. И вот чтобы как раз-таки компенсировать вот это раздвижение, это все было сделано, вот это все описание. И смотрите, как раз следующий момент получается. Почему, предположим, на АК, да, это наблюдается меньше. Связано с тем, что у АК есть крепение. Раз и два. И тем самым у нас все больше отыгрывает в сторону тапита нозла. А в М4 оно никак не поддерживается. Соответственно, у нас и тапит отгибается, и пружина тапита нужна сильная, и получается нозл должен быть заостренный, и камера получается максимально прислонена, но при этом, чтобы она сразу чуть-чуть лифтила, чтобы магазины вставали хорошо. И давить она должна, получается, не в серединку, а ближе вот сюда. То есть, чтобы, получается, у нас продавливал вот таким вот образом. А у нас продавливал, получается, вот таким вот образом. И тем самым увеличивал зазор. Если что, решение в виде сангового зажима, я знаю, оно один хер откручивается, и один хер задвигается. То есть, здесь надо было именно играться с давилкой и получить такой момент, что камера все равно отодвигается под напряжением, но при этом она все равно попадает под нужное, так сказать, сопротивление под пупыркой и летит правильно. Ну вот, собственно, вы увидите результат. Да, а я бы все это объяснил, как пипка-давилка. Сами понимаете. В общем, давайте, друзья, стреляем на полтинник 36-м шариком. Все по классике. Одиночка. Автоматик. Вот. Ну, скажу, что все равно я на белом фоне почти ни хрена ничего не вижу, но надеюсь, что я куда-нибудь попал. 60 метров, 36-й шарик, чуть-чуть одиночечки, а потом сразу автоматик, потому что на этом белом фоне я все равно шаров ни хрена не вижу. Ну, за счет того, что я вижу горку, да, я вижу, куда шары летят. Автомат. Да, детка! Так, вот наша группа 36-х шаров на 50-60 метров. Как видно, она, можно сказать, ничем не отличается, чем я очень лично рад. Да, сейчас даже не будучи супер-мега опытным стрелком без наличия каких-либо упорных приспособлений и прочего, можно увидеть разницу между первым отстрелом и вторым. И заключается он как раз таки в том, что вот этот разлет шаров влево и вправо стал значительно, значительно меньше. Ну, а теперь самая интересная история. Сороковые шары! Сейчас я зарядил сороковой шарик. И будем стрелять на 60 и попробуем на 70 метров. Сороковый шарик. Несколько одиночных выстрелов. Полямались. Аккумулятор сел. Смотрите наше видео, где мы тестировали разные аккумуляторы. Вот. Поставил старый аккумулятор, а он ни в какую. Сдаем, пересдаем. Очередь. Сейчас отойдем на 70. Хоп, пристрелял. Парочка одиночек. И автоматик. И автоматик. Вот наша финальная мишенька. Друзья, я поражен. Честное слово. Сороковой шарик на 60 метров попал 7 раз. Вот. А на 70 метров 10 раз. У меня были такие же ощущения, когда я честно играл с ВВД винторезом на полуарстаров Е. Вот. И я невероятно горд за мастерскую, за брата, за всех, что у нас получилось собрать АЕК 130 метров в секунду, который фигачит сороковым шаром. Шаром, Карл, сороковым! Жизнь никогда не будет прежней. Хочу себе точно так же. Владельцу завидую белой завистью. Чтобы быть объективными, господа, сами с собой, с вами и все такое прочее, вот вам мишень, как говорится, до улучшений, да, и после. То есть кучность улучшилась, ну, значительно. Поэтому вот такие вот мелочи они решают. Можно процентное соотношение легкое посчитать, да? Давай. А у нас получается, это был какой вес шара-сор? 36. 36? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11. Я правильно прочитал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. В два раза. Да. Ну, что ж, это был очень интересный опыт. Я благодарю вас за внимание. Всем спасибо и всем пока! Пока!